Российские оккупанты продолжают вести наступательные операции по всей линии фронта. Активно задействуют для ударов авиацию. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и наносят противнику значительные потери, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Самым горячим направлением остается Покровская. Там происходит треть от всех боев на линии фронта. Захватчики пытаются вытеснить украинских бойцов с позиций, в частности в районах Воздвиженки, Новоалександровки и Тимофеевки. Также на плацдарм российские войска регулярно сбрасывают неуправляемые авиационные ракеты и бомбы. На Купинском направлении противник дважды безуспешно штурмовал расположение сил обороны вблизи Стельмаховки и Перестовово. Ситуация контролируется, отметили в Генштабе. На Торецком плацдарме противник также активно использует авиацию. Противник возблагает по многим позициям дневного поражения, и противник не скрывает своих аэрмических стримей в честь уничтожения приема как государства и уничтожения приема как состреляющих народов мира. А это значит, что это наша война, война за выживание. В этом противостоянии мы можем предупредить. При условии полноценных и своевременных поставок вооружений и тех, которые есть у наших западных партнеров, в том числе и унычных частей с клуба «Рамшан-50 плюс». Тем временем украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это позволит воздушным силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. В качестве примера аналитики приводят видео от 1 июня. На кадрах показано, как украинские силы используют FPV-троны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника «Зала» и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия «Орлан-10» в небе над Великой Новоселкой в Донецкой области. В Институте констатируют, что способность украинцев использовать дешевые, широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским силам ослабить российские ударные комплексы, сохраняя при этом снаряды для ПВО малой и средней дальности для более дорогих и значительных российских воздушных целей. Партизанское движение «Атэш» провело разведку на аэродроме Херсонес во временно оккупированном Севастополе. Там размещены остатки российской авиации, а именно противолодочные вертолеты, так как основную часть авиации РФ уже перебросила на аэродром Бельбек, пытаясь уберечь ее от украинских атак, говорят партизаны. Они также выяснили, что Херсонес используется в основном как база для БПЛА. 1200 российских военных ликвидировали силу обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения РФ число потерь живой силы российской армии достигло более 552 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Кроме этого, украинские военные уничтожили 16 российских танков, 40 боевых бронемашин, 29 артиллерийских систем, один самолет и 31 беспилотник противника.